Всем привет! Как вы думаете, что произошло с пасынком от помидора, который я посадил непосредственно после срыва сразу в землю? Хоть и я поливал его и укрывал от палящих лучей солнца, но все равно он скоропостижно покинул нас. Вот сейчас видно на видео, что он полностью, можно сказать, пропал. И сейчас я попробую другой метод, сейчас оторву. Вот здесь на экране вы видите, это помидоры и на них есть лишние пасынки. Сейчас я оторву прям рукой пасынки и поставлю их в воду и посмотрим, что произойдет дальше. Вот один уже есть. Сейчас несколько штук, вот как видите, я оторвал. Думаю, штуки три для эксперимента вполне себе хватит. Вот это все дело я сейчас оторву. Поставлю банку с водой на подоконник и посмотрим, сколько дней понадобится для того, чтобы вот эти пасынки дали корешки. Ну и вот на все про все ушло примерно две недели. Так, сегодня у нас вторник, 26 июля. Вот так вот помидоры выглядят. Как видите, они пустили уже такие корешки. И я думаю, настала пора их высаживать в землю. Сейчас я сделаю, у меня тут три штуки, сделаю три лунки и высажу, полью и закрою. Сейчас как раз уже вечер и можно высаживать. Вот такие корешочки. Посмотрим потом, приживутся они или нет. Но все, можно уже высаживать. Лунки я сделал. Здесь всего-то надо три лунки, потому что у меня три штуки. Их корешки, как мы видим, присутствуют. И просто высаживаем здесь, как бы ничего такого. Много ума особо-то и не надо. Поливаем, закрываем это все дело для того, чтобы не погубило солнце. И просто ждем. Я решил подкормить их еще вот такой вот мутью. Здесь у меня трава, в общем, стояла она где-то пару недель. И практически вся она растворилась, можно сказать. Вот эту вот настойку разводим 1.10 и тоже можно полить. Аромат тут, конечно, нормальный, такой стойкий у нее. Так что, если кто-то хочет заниматься духами, продавать, то рекомендую вам. Конкуренции не будет, это точно. Она перебивает все, что можно перебить. Очень стойкий у нее такой запашок. Да, как вы видите, веточки, которыми я закрывал, они уже засохли. И поэтому их можно уже убрать. Помидоры чувствуют себя вполне нормально. Они прижились и могли бы дать, наверное, плоды. Но не все так просто. У нас в середине августа уже ударил мороз. И там, где цвело, были цветения, они просто замерзли и отпали. Вот и все. Плодов они уже не дадут. Вот эти вот цветочки. Они просто осыпались все морозом, как ударило. Поэтому с них уже ничего не будет. Но получить, я думаю, можно таким способом помидоры. Просто у нас лето такое короткое. Конечно, можно было закрыть Синана чем-то. Но он как-то резко так бомбанул. И поэтому получилось то, что получилось. Продолжение следует.